МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Это программа «Персона», с вами Владимир Байдер. В 2007-м у нас последняя встреча, что было, то было, чего не успели, но уже будущее. В этом году остались только предновогодние хлопоты, сюрпризы, кто их еще ждет, подарки. Свой новогодний подарок я уже получил, и сейчас поделюсь с вами. Наш сегодняшний гость, народный артист России, гордость еврейского народа, Геннадий Хазанов. Здравствуйте, Геннадий Викторович. Здравствуйте. Геннадий Викторович. Давайте без отчества. Давайте. Давайте. Геннадий, у вас какой год был? Хороший? Год был разный. Геннадий, я по законам интервью не имею права это делать. Почему? Вот то, к чему я сейчас перейду. Ага. Потому что по законам интервью надо поговорить, а потом уже к секретам переходить. Я вот хочу все равно начать, но не получится, не получится. Я хочу секрет выявить. С секретом сразу? Да, сразу секретом, потому что он и под Новый год. Я прочел, что вы верите в судьбу, общаетесь с астрологами. Вот можно узнать, что они вам предвлекли на этот год, будущий? Я еще этого не спрашивал, поэтому никакой это не секрет, просто я не знаю ответа. Я бы с удовольствием, может, и сказал. А вы действительно ходите к астрологам? Я не хожу к астрологам, громко сказано. У меня есть одна знакомая женщина, я познакомился с ней 20 лет назад. Я очень хорошо помню тот вечер, я с ней говорил по телефону, и вдруг эта женщина мне говорит. Вас ожидает очень удачная поездка. Я говорю, да, я собираюсь отдыхать в Сочи. Она говорит, нет, гораздо более далекая поездка, и поездка будет очень успешной. Прошло несколько дней, и мне звонок из госконцерта, и следует такая фраза. Вам предстоит поехать на гастроли в Соединенные Штаты. Для меня, после того, как я 10 лет был невыездным, на моем личном досье в Комитете государственной безопасности, об этом я узнал гораздо позже, поставлен был штамп, пособник международного сионизма, дословно. И вдруг вот такая история с Соединенными Штатами. Я спросил, а кто поедет? Потому что я хочу... А с кем, а как вы хотите? Я говорю, я хочу с женой. Пожалуйста. А я ожидал все время сообщения, что вот еще какой-то человек с вами поедет. Ну, может быть, там чемодан поднести, или чай скипятить. Ну, мало ли, для чего понадобится может человек. Нет, нет и нет. Мы приезжаем уже в аэропорт, думаю, ну вот сейчас подойдет человек, скажет, здрасте, я еду с вами. Нет. Мы садимся в самолет, отвозят уже трап, мы так переглядываемся с женой. Чего-то не хватает. И почти оба в один голос говорим, интересно, кто из нас стучит. И вот с тех пор минуло 20 лет, и эта ясновидящая, которая стала очень хорошей моей знакомой, она практически ни разу не ошиблась. И чтобы закончить об этом рассказ, 1 января 2000 года, это было днем, она мне позвонила, поздравила меня с Новым годом, и сказала, вот этот человек, который с сегодняшнего дня исполняет обязанности президента Российской Федерации, он пришел на 15 лет. Опа. Так и передайте своим друзьям. Некоторое время там назад я пришел на Эхо Москвы, и со мной все время пытались завести разговор, касающийся политической ситуации в России. И мне было так легко, я сказал, мне нечего обсуждать ни выборы парламентские, ни предстоящие президентские выборы. Причем, я действительно не задаю себе вопросы, ни кем будет Путин после выборов. Мне было сказано, информация это с небес. Пришел на 15 лет. А как он будет называться? Какое это имеет значение? Поэтому у меня так легко на душе. Я не принимаю участия ни в каких политических дебатах, ни в обсуждениях. Для меня информация была получена, значит, выдана в 2000 году, и вот я с ней живу. Кстати говоря, я и до Путина эту информацию все время довел. Может, он и не ожидал такого. Так, может быть, он и работает по вашим планам? Ну, это не мои планы. Если бы это были мои планы, тогда был бы другой разговор. К сожалению, я не знаком с этой женщиной, которая вам все правильно рассказывает. Я бы сам хотел про себя узнать. Но я вот ваше будущее, ближайшее, точно знаю. Вот вы встретите Новый год в Израиле, и с 4 или 3 числа начнете здесь работать. С чем вы сюда приехали? Да вообще, я приехал в дом. Я живу здесь. Я появляюсь не так часто, потому что все-таки основное место работы это Москва. я играю 8 спектаклей в месяц в театре эстрады и 2 спектакля на сцене Ленкома. Но так совпало, что в этот раз мой приезд еще немножко нагружен работой. Немножко. И действительно, вот я начинаю прямо после Нового года 3 числа у нас первый спектакль в Тель-Авиве. Спектакль, который был сделан в 2004 году театром Антона Чехова, который вот уже скоро два десятилетия стоит на плечах руководителя театра Леонид Трушкин, человек, который много-много лет пытался доказать, что не только государственные театры выживают. А вы ну как вам сказать, это ваш режиссер, да? Да, мой. Мой режиссер, причем тут нет никакого секрета. Почему? Значительную часть жизни, большую часть жизни сценической, я провел на эстраде. На эстраде человек почти ничем не защищен. На эстраде человек не может играть какую-то придуманную, чужую игру. На эстраде стопроцентно реализуется фраза Станиславского, что режиссер должен умереть в актере. Актер не может играть какую-то режиссуру, потому что зритель приходит на этого человека, значит, на его актерскую природу, будем говорить так. Трушкин занимается прежде всего актером, не как выразителем режиссерского формального замысла, он занимается живым человеком и больше всего заботится о том, чтобы человек продолжал быть живым на сцене. И в этом смысле это с эстрадой очень близко, поэтому я выходя на сцену прежде всего ощутил комфорт и сложность была только в том, чтобы поменять партнера. На эстраде партнером является зритель и в театральном спектакле партнером является актер, стоящий на сцене. Это было не так просто, потому что суставы были выкручены в другую сторону на протяжении десятилетий, но вот я что называется экстерном обучался и продолжаю обучаться. Мы здесь должны прерваться на рекламу и продолжим после нее. Будьте с нами! Программа «Персона» Геннадий Хазанов А с сольными выступлениями закончена? Закончена с сольными выступлениями «Навсегда ли?» Мне сказать очень трудно, потому что сложностей для создания чего-нибудь нового еще больше, чем на театральной сцене. Причин очень много. Первая и самая главная причина это абсолютное изменение жизни в стране высыхания класса под названием интеллигенция. Это нехорошо и неплохо, это просто констатация факта. С начала 90-х годов груша под названием советская власть или коммунистическая партия перестала быть объектом для удара. И как выяснилось, уйдя с арены, они вынули пол, на котором все стояли. и произошел обвал. И тогда на смену этому обвалу пришел смех чистого потребительства, развлечения. Опять, не даю этому никаких оценок. У него просто другой вектор. Смех есть единственный смысл того, что делается. Наверное, это не так плохо трудиться, чтобы люди смеялись. Но тогда и оставьте право человеку, который этим занимался, задавать себе вопросы, удовлетворяет ли его сегодня тот уровень спроса. Вообще, та жизнь закончилась. И вот все время поворачивать голову в советское время и говорить вот для нас были ваши выступления тем-то, тем-то. Ну, было. Ну, Македонский тоже когда-то был. Понимаете? И Чаплин был. Ну, что делать? уход? Ну, уход с эстрады, он тоже был связан с нарастающим конфликтом артиста и зрительного зала. С конца 80-х годов я покинул сборный эстрадный концерт и остался в одиночестве, стал работать сольные концерты. И при всех плюсах появился один минус. я перестал слышать дыхание и потребность массового зрителя. Дин, вы знаете, вот я смотрю телевизор, у нас, слава богу, русские каналы есть. Вот щелкаешь, да? Да. Но если не сериал, то юмористы. Ну, да. Ну, там, ну, не важно. все знают, да? И я знаю, что это самые рейтинговые программы в России. Вот этот юмор. Так было, по крайней мере, несколько лет назад. Ну, несколько лет назад было, но падение спроса произошло. Но смотрите, это же те самые зрители, наверное, которые смотрели вас, которые смотрели Райкина, Карцева, Ильченко. стоп, 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 стоп. Извините, что я вас перебиваю. Начнем с того, что 17 декабря уходящего года исполнилось 20 лет, как на этой земле уже нет Райкина. Мы о каких зрителях сейчас говорим? Те зрители, которым было в 85-м году 20 лет, им уже пятый десяток. Но они прожили эти 20 с лишним лет уже совершенно в другом режиме. И те ценности, которые исповедовал Райкин всем своим творчеством, они перестали быть актуальны. рейкин. Поэтому мы все время забываем, что почти четверть века проскочило. Эти зрители постарели. Эти зрители, которые ходили на концерт, во-первых, потеряли эту возможность. Но вы посмотрите, сегодня тем, кому тогда было 30, им уже к 60 бежит. Это другие люди. А те, кому было 10, им сегодня там 35, а кому было 5, и они уже выросли в другой жизни, им сегодня около 30. Поэтому у них другие кумиры, у них другие точки отсчета. Я когда-то сказал Карцеву грустную фразу. Это было уже после того, как он остался один без Ильченко. Я ему сказал, Рома, твои зрители А, умерли и Б, эмигрировали. Вот это правда. Но это касается не только Рома Карцева. Это касается вообще понятия культура жанра. Когда-то у Станислава Ежелеца была замечательная фраза «Мораль падает на все более комфортабельное ложе». И именно это и происходит. Посмотрите, кто сегодня в России востребованные лица. Что за жизнь сегодня в России освещается на телевизионных каналах. Вы включите гламурную жизнь, посмотрите на канале НТВ, куда вообще переселилась желтуха вся. Но зато этот канал, который погибал одно время, после того, как он был, что называется, демонтирован. И все думали, что канал НТВ просто спокойно перестанет существовать. А он сменил цвет, и все нормально. Он сменил цвет, и они сегодня опережают российское телевидение. Вот вам и все. Вообще страшные вещи говорите. А я честно говорю, ничего страшного я не вижу. У нас прерывная реклама опять. Мы продолжим после него. Оставайтесь с нами. продолжаем разговор с Геннадьем Хазановым. Генн, я забыл вас предупредить, что у нас программа биографическая. Биографическая или автобиографическая? Биографическая. Для меня биографическая, для вас автобиографическая. Хорошо. У каждого еврея есть воспоминания о том, когда он первый раз узнал, что он еврей. Я, например, вот это помню. Вы свое помните ощущение? Нет, вы знаете, все дело в том, что конкретно день число и год, когда я узнал, что я еврей, я, конечно, не назову вам. А эпизод? И даже эпизод не назову вам, потому что это была атмосфера. Это была атмосфера после войны, в Замоскворечии, в Москве. вот мне дали понять, когда я был еще совсем маленьким ребенком. Еврей нехороший человек. И это большое несчастье, что ты родился в еврейской семье. Тебе, мальчик, не повезло очень. Тебе придется очень, очень много сделать, чтобы тебя простили. Ну, так и не простили. Вот я скажу вам. И это имеет отношение опять к уже звучавшему вопросу по поводу сольной программы. Я себя не ощущал настолько евреем в поздние годы советского времени. Или я забыл, что это неправда, что я забыл. Неправда. Но все-таки было некое понятие советский. Советский это интегрированное понятие. Это не русский, это не таджикский, не грузинский. Это советский. Когда советское закончилось и когда встал вопрос о том, что русский народ оказывается больше всех пострадал от того, что произошло, что, кстати, не лишено смысла, что русские люди очень пострадали, действительно. Но только не надо делить по национальному признаку беды, которые, скажем, принесла большевистская революция. Революция национальности не разбирала. И я вдруг задал себе вопрос. Я очень хорошо помню, в конце 80-х годов я стал делать сольный вечер по рассказам очень хорошего русского писателя, который успел умереть своей смертью, иначе он был бы, конечно, репрессирован, расстрелян, такой Пантелеймон Сергеевич Романов. И вдруг незадолго до премьеры я обратился к режиссеру, ставил этот спектакль Виктюк, и я сказал, не буду играть, потому что в этом спектакле а еще был Советский Союз, но все-таки Романов поместил под рентген особенности русского национального характера, свойства, вот что-то такое очень безжалостное и нелицеприятное. И вдруг я понял, я еврей, я не имею права говорить окружающим людям, чем несовершенны русские люди. Потому что это очень похоже на антисемитский анекдот. И почему-то евреи всегда обижаются, когда слышат этот антисемитский анекдот, но никогда не обижаются, когда но всегда удивляются, когда кто-то из русских людей говорит, а че евреи так нас показывают. Видите, это неравная игра. Поэтому я понял, не надо заниматься чужой судьбой. Не надо говорить о чужом национальном характере. Все вместе это привело меня к мысли, что я не должен заниматься не только русским характером, но и развитием событий в России. Я могу заниматься только тем, что есть у меня внутри, если это не оскорбляет тех, кто сидит в зрительном зале. Обратите внимание, все спектакли, которые я играю, все написаны нероссийскими драматургами, и там действуют нерусские люди. Несмотря на то, что мои герои все в принципе очень неплохие люди. Гена, вы сейчас мне объяснили то, что произошло со мной. Я тоже почувствовал, что именно в эти годы, что я не могу писать об этом всем. И стал писать об Израиле, и уехал в Израиль. Ну, правильно, это, как бы сказать, у меня был долгий спор на эту тему в 90-е годы с Шандеровичем. Шандерович, который говорит, ну я же гражданин этой страны, ну какая разница, вот я еврей, а я всегда ему твердил одно и то же. Ну не могу я тебе объяснить, ну неравные права, понимаешь, нет, он говорит, права равные, я гражданин. Да, это равные права в цивилизованном обществе. Но где это цивилизованное общество? Что, разве антисемитизма нет во Франции? Разве его нет в Англии? Разве его нет в Соединенных Штатах? Да есть везде, где евреи есть, там есть антисемитизм. Витя Незалман когда-то вспоминал, Райки напоминали. Впрямую, вот просто чтобы крикнуть жить пархатой, такого не было. но было другое. Было неприятие зрительным залом скорее эстетически, идеологически. то есть я помню вот те разы, когда меня практически изгоняли со сцены. А было такое? Было, было. Я еще раз говорю, мой уход из этого жанра, он не каприз. Это совокупность причин. Я не думаю, что они кричали, что они изгоняли только потому, что я вот инородец. С Райкиным тоже, понимаете, все это. Я боюсь тут навлечь на свою голову какие-то проклятия. Райкин разве не показывал? Ну, на 75-80 процентов своих персонажей это людей все-таки русской национальности. И тут мы вернемся с вами к тому, о чем говорили. Это не важно, что это была маска, это не важно, что он был артист, что он играл роль, это не имеет значения. мне мне когда-то Никита Михалков искренне сказал, знаешь, он говорит, я ему задал вопрос, не будешь ли ты меня когда-нибудь снимать, это было много лет назад, он сказал, знаешь, евреи не должны играть русских. Глупо было бы спрашивать Никита Сергеевича, почему тогда русский играет датчан, почему они, как можно за Гамлета играть или там какого-то другого представителя нерусской национальности. Но он вкладывал в это именно негативное отношение. Скажем, евреи играют русского, тут, конечно, возникает вопрос, а почему что, русского нельзя взять, что ли? Но вот я посмотрел фильм «12», у меня сложное отношение к этому фильму, вдруг у меня возникает вопрос, а почему вот такой еврей показан, которого Гафт играет? Это что за кукольная фигура? И рядом с живым, абсолютно достоверным гармошом, это какой-то герой еврейских анекдотов, и он становится инородным здесь. Где это вы видели сегодня, в 2007 году в Москве евреи, который бы так разговаривал, это в каком году он родился, где он вырос? Поэтому он играл скорее некое понятие, некий символ. Тоже маску, да. Маску, причем Гафт мне сказал, что он пришел с другим предложением, но Михалков попросил его вот именно это играть, да и все, начиная с грима, как сказала моя жена, как будто без грима, Гафт меньше евреи, чем в гриме. Я не задам вопрос, который собирался, потому что у меня уже ясен ответ, я хотел спросить, почему вы решились взять израильское гражданство, все понял, а скажите, вас не попрекают израильскому гражданству? Нет, нет, уже все, нет такого случая, что вот бьют по паспорту, не по морде на нет, это в 91 году был шок, когда на первом канале в новостях с лентой Тартас созло это сообщение, но тогда это был эксклюзивный поступок, но когда ко мне пришел корреспондент московского комсомольца домой, явно настроенный провокационно желая каким-то образом меня там в чем-то там попрекнуть, он этот упрек сумел облечь в странный вопрос, а зачем вы это сделали, разве вы когда-нибудь испытывали дискомфорт от того, что вы еврей, я очень хорошо помню его глаза, и дальше просто прям вижу эту картинку, я встаю с дивана, на котором мы с ним сидели, иду напротив к стенке, где стояли книги, открываю один ящик, из этого ящика вынимаю сумку, в этой сумке лежит документ, я вынимаю этот документ и показываю ему, я говорю, вот смотрите, это учетная карточка члена ВЛКСМ, значит, мне было 13 лет, вот видите, вот моя фотография, вот скажите мне, пожалуйста, почему в графе национальность написано осетин, как вы думаете, зачем 13-летний мальчик не написал, что он еврей, значит, что-то это для него значило, значит, чего-то он боялся, стеснялся, русский он не мог написать, это был бы уже какой-то подлог, а вот прильнуть к северокавказским народам тоже нацмен, да, да, Гена, большое вам спасибо, спасибо, и вам спасибо, будет хороший год у вас, и у вас тоже, мы встретимся уже в новом году, дуэкзээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ